Привет, дорогие друзья, с вами Влад, и сегодня мы поговорим о новой ветке японских тяжелых танков, которая выйдет в патче 9.10. Будут бронированные сараи, которых будут не ваншотить, но серьезно карать артиллерия. Я не буду качать эту ветку, просто вот 100% знаю. Ради каких-то десяток и девяток качать эту ветку, мне кажется, ну просто, если не бессмысленно, то как минимум неинтересно. И в чем вопрос вообще обстоял? Давайте сегодня будет у нас такой познавательный небольшой гайд, что ли, по бронепробиваемости. Мы будем смотреть, куда все эти сараи и картоны можно пробить, ребята, а пробить здесь мест очень-очень много. Внимание на экран, сейчас будем отжигать. Первая на очереди стала пятерка, и квас, который имеет бронепробитие 119, по-моему, ББшкой, очень легко справлялся с лобовой броней, даже в лоб под наклоном верхний бронелист пробивался на ура. Я даже, ну, удивился, на самом деле, как это вообще может происходить. В нижний бронелист тоже стреляли, но на видео почему-то не запечатлил этой моменты. Я постарался танк поставить под углом, вроде как наклоны, все дела. Но из трех выстрелов, которые мы сделали, или из четырех, получилось, что один только отрикошетил. Ещё отрикошетил снаряд от башенки, но потом, в следующий момент, в пушку я уничтожил танк. В следующем на очереди, как бы, должен быть шестой уровень, но я решил, а давайте попробуем Т-34 попробивать его. Всё-таки бронепробитие у неё меньше намного. Чем чёрт не шутит? Может быть, она не справится с танком, но нет, ребята. Танк пробивается всеми и в любые поверхности, кроме верхнего бронелиста, который что-то танчит ещё. Пятёрка не получила высоких баллов. Танк не отбивает, не несёт удара. Он пробивается буквально всеми орудиями на пятом уровне. Не говоря уже о шестёрках и семёрках, куда его, конечно же, будет балансить. Стараясь брать для тестов танчики с более-менее низким бронепробитием, для шестого уровня мы выбрали британский Кромвель, который не отличается высоким бронепробитием, по крайней мере, своим основным снарядом. Но ББшкой он под прямым углом пробил башенку командирскую, вы можете видеть. В лоб он не пробивает японского тяжа шестого уровня. Он оказался очень крепким на броню. Нижний бронелист с верхним вообще не поддались. Командирские башенки, которые есть и на маленьких башнях, тоже не поддались его ББшке. Голдой пробивается, в принципе, всё, за исключением верхнего бронелиста под наклоном. Борта лоб башни очень крепкие. Маленькая шапочка на самой верхушечке тоже не пробивается. Ну и под критичными углами он уже, конечно же, пробивается. Это уже всем понятно. Единственное но, меня удивило то, что, во-первых, он пробивается в каточке легко. Даже под достаточно хорошими углами. Ну и в завершении тестов мы старались стрелять в маску орудия. И каких интересных результатов мы добились, вы можете увидеть вот сейчас. Смотрите. Танк пробился в маску обычным бронебойным снарядом. То есть, иногда залетает. Для седьмого уровня мы выбрали танк А-44. Конечно, танк не с очень высоким бронепробитием. Но седьмой уровень и 167 пробоя, это, в принципе, нормально для ББшки. Танк начал пробиваться в нижний бронелист. Причём ББшкой. Пулемётное гнёздышко на верхнем броневом листе не пробивался танк. В лоб он не шился. То есть, танчить ромбом, я думаю, этому танку будет вообще очень классно. Даже нижний бронелист под наклоном не пропускает урон. А вот командирская башенка страдает от наших снарядов. И поэтому её будут стараться, наверное, выцеливать все игроки. Собственно, как и башня радиста. Вот он КВ-5 на седьмом уровне, ребята. С двумя титьками. И вторая башенка тоже прошивается спокойно. Поэтому, ребята, выцеливайте именно эти зоны. Также мы нашли ещё одну уязвимость у танка. Это скос, который переходит от верхнего бронелиста к бортовой броне. Он тоже пробивался. Причём ещё и критуется при этом боекомплект. Вот такие дела. Танк бронированный, в принципе, но будут прошивать его башенки. И, возможно, бортовые вот эти вот скосы. Потому что они прошиваются очень легко. Семёрка может быть не всегда, но восьмыми и девятыми уровнями однозначно. Потому что он будет попадать именно туда. Следующий танк это у нас восьмёрка. Ого! Бортовая броня у него за 200. В некоторых приведённых местах здесь уже есть наклоны. Но лоб башни, как вы можете видеть, выцеливается именно хорошо. Даже пробивается в маску орудия. Правда, не всегда, но тем не менее. Башенки, которые находятся у него, так называемые титьки, они пробиваются и спокойно. Нижний бронелист, который дал рикошет, в принципе, кто выцеливает, скорее всего, не будет. Верхний бронелист не пробивается. Скос пробивается ББшкой и легко на вылет. Пробития CDC в принципе достаточно. 212. Такое бронепробитие имеет практически каждый на восьмом уровне. Поэтому мы взяли танк, который имеет, в принципе, сносное бронепробитие. Да, известное дело, есть 44-ки всякие. 69-ый, Т-69, которые не будут его пробивать у горшки. Но в следующем выстреле зарядят голду и уже спокойно будут пробивать этот танк. Броня уже на этих уровнях решать особо не особо будет. Ну и в конце всех тестов я постарался пробить командирскую башенку. Маленькую, 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 которая... И она тоже пробивается. Для полноты представления я взял 9-ый уровень Type-4 Heavy. И мы с моим совзводным попытались пробить его во все уязвимые места. Но и пробивал, конечно же, ИС-8. Надо было, конечно, взять какого-нибудь Е-75, у которого бронепробитие чуть-чуть на 10 единиц меньше, чем ИС-8. Потому что ИС-8 выделяется неплохим бронепробитием на 9-ом уровне. Зачем это делать, если танк будет попадать к десяткам и надо потестить его уже по хардкору, так сказать. Вы сами все видите. Пробивается нижний бронелист, вот этот скос, который просто является, наверное, с 7-го уровня. Какой-то заразой всех японских тяжей. Командирская башенка выцеливается. Следующим выстрелом мы попытались пробить его в его маску. Это сделать не получилось. Постарались стрельнуть в щеки. Они не пробиваются, достаточно хорошо бронированы. Я попытался выстрелить в каток, но выстрелил под таким углом, что просто сбил гусеницу. Пулеметное гнездышко, которое пробивается легко, пробилось и напоследок. То есть танк, в принципе, оттанчить, если что-то и сможет, то только случайные снаряды. А если будут выцеливать лючки, нижний бронелист или комбашенку, то танк пробьется. На этом все, ребятки. Я с вами прощаюсь. Посмотрим, как зайдут японские тяжи. Некоторые из них бронированы. Например, семерка или шестерка. Восьмерка бронирована может быть хуже для своего уровня, но тоже достойна. А вот девятки и десятки будут прошивать умелые игроки, которые играют все и каждым, наверное, снарядом. Если умело не будут подставлять борта. В принципе, бортами можно танчить этими танками. На этом все, ребят. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. Удачных всем боев!